Новая команда чиновников, занявшая свои посты у руля администрации Артемовского городского округа, собирала представителей городских СМИ, чтобы обозначить свои принципы работы с журналистами. В ожидании приглашения в кабинет в объектив камеры телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» попали те изменения, произошедшие в администрации при новом главе «АГО». Так кабинет главы администрации, который ранее занимала Татьяна Поздняк, теперь занимает председатель Думы. А ведь у думцев всегда были и остаются по-прежнему на своих местах выделенной администрацией площади на первом этаже. Кроме того, напомним, администрация и городская дума – это два абсолютно разных органа власти со своим финансированием. Но все, наверное, продумано и учтено. Ведь когда председатель Думы в шаге от новоизбранного главы округа, вопросы районного масштаба решаться будут быстро и легко. Как говорится, одна голова хорошо, а две-то лучше. В общем, помочь направить Андрея Самочерного в нужное русло не составит труда для председателя Думы. Возвращаясь к совещанию, отметим первая встреча с главой. Не знаем, как у остальных журналистов, но у телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» как-то не задалась. С первых минут почувствовалось предвзятое отношение – что от главы, что от председателя Думы. А камера, зачем у вас здесь рабочее совещание? Я понимаю, а я пришел на работу. Размер? Я пришел на работу. Согласны закону СМИ. Я имею право освещать все, что не касается, что не является тайной. Или это у вас коммерческая тайна? У нас не коммерческая. Ну, что, вопросов нет. Откровенно говоря, отправляясь на встречу по полученному пригласительному адресу из администрации, такие приглашения были направлены всем руководителям редакции, местных СМИ. Главный редактор, директор телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» был удивлен, с какими властными структурами глава Артемовского городского округа будет учить журналистов работать. Можно вопрос задать перед тем, как начнем совещание? Мы сначала обсудим совещание, будем все вопросы задавать. Вопрос по совещанию, по самому. Можно задать? Можно. Можно, ну давайте. Вот меня заинтересовала тема сегодняшней встречи. Это у нас прописано, у вас прописано, как совещание с руководителями СМИ по вопросу освещения деятельности властных структур в СМИ. Так прописано. Значит, у меня сразу к вам вопрос. Что вы понимаете под властными структурами? Согласно законодательству, у нас три ветви. Это законодательная власть, исполнительная и судебная власть. Взаимодействие с... Я ничего не договорил. Взаимодействие с какой из ветвей мы с вами будем обсуждать? Может, все-таки тему нашей сегодняшней встречи нужно было назвать как совещание с руководителями СМИ по вопросу освещения деятельности органов местного самоуправления и ее структур в СМИ? В этом случае мы с вами, по-моему, можем обсуждать только то, на каких условиях вы будете предоставлять нам информацию, которую вы считаете важной для доведения до жителей нашего муниципалитета. Для начала глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов объявил, что теперь, чтобы владеть информацией из администрации, всем СМИ необходимо пройти аккредитацию. Иначе доступа к чиновникам не будет. У нас есть постановление администрации Артемовского городского округа обеспечения доступа к информации о деятельности администрации Артемовского городского округа. И постановление администрации 10.10.2016 года об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации Артемовского городского округа. Обсуждение темы открытости информации о работе органов местного самоуправления для населения главный редактор телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» Андрей Горбунов назвал неуместным занятием, напомнив присутствующим закон о СМИ. Обсуждать с вами то, как вы будете или будете ли вообще давать комментарии, интервью и информацию, которая заинтересует нас, наших слушателей и зрителей, мы не будем. Ведь для этого есть федеральный закон о СМИ, где все четко прописано. По данному федеральному закону, напоминаю вам, статья 38, которая гласит, граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и их должностных лиц. И статья 40 об отказе предоставления информации. Отказ предоставления запрашиваемой информации возможен только, если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайны. Значит, я считаю, что мы имеем законное право без аккредитации, без всего, что вы выдумаете здесь, производить съемку деятельности, муниципальные службы и руководителей в том числе. В том числе заседание городской думы и так далее и тому подобное. Есть то есть всего, что не является государственной коммерческой тайной. Потому что мы уже по сути СМИ зарегистрированы. Понимаете? Вы должны знать также, что СМИ и журналисты призваны доводить до граждан достоверную информацию о происходящем и тем самым реализовать их конституционное право на получение такой информации. В случае, если же вы и в дальнейшем будете выполняться от предоставления данной информации, мы вынуждены будем использовать слухи, домыслы, мнения жителей, мнения экспертов. В своем обращении Андрей Горбунов напомнил главе округа о том, что население округа вправе знать, чем занимается глава, как решаются насущные вопросы муниципалитета. Вас, по сути, выбирали люди. Хотя и не прямым голосованием, как хотелось некоторым людям, а через депутатов. Но все равно люди хотят знать, что вы делаете, чем занимаетесь, какие у вас планы. Чем больше подобной информации, в том числе и видеоинформации будет, тем, я думаю, будет лучше для всех, для нас и для вас. Так что у меня просьба к вам, не скрывайтесь, отвечайте хотя бы на телефоны. Вопрос по доступности информации был адресован главе. Но вот полномочия ответить на него почему-то взял на себя председатель Думы. Я думаю, что сегодняшнее совещание, оно немножко не в том русле. И Андрей Александрович, он, я так понимаю, законы знает. И хотелось бы... Мне бы хотелось, чтобы вы знали законы. Хотелось бы... Помнили. Именно, чтобы вы выслушали сначала, что глава городского округа вам хотел предложить, и в каких рамках работать, и получать информацию. Вы сегодняшнее хорошее совещание направляете совершенно в другое русло. Это не хотелось бы делать. Просто не хотелось бы делать. Я направляю его в Торусло. Я хочу его направить в Торусло, когда нужно. Вы читали законы, уже всех напугали. Я не напугал. Во-первых, я хочу услышать... Давайте будем все-таки... Вот когда вы будете проводить совещание, тогда вы будете диктовать какие-то... А я не диктую условия. Я напоминаю вам. Я согласен глава Артемовского городского округа, сам ученый Андрей Вячеславович, для того, чтобы обсудить вопросы... Вы адвокатом работаете или как? Мне интересно. Сейчас я хочу выслушать главу, но никак не председательной думы. Я не хочу слушать председательной думы сейчас пока еще. Я корректно веду. Я хочу выслушать главу. У него слова своего нет. Он уже под давлением у вас полностью. Мне интересно. Отметим, вопрос об аккредитации средств массовой информации привел в замешательство и других приглашенных на совещание журналистов. Мы однажды у нас же купили, но мы проходили аккредитацию. Но как-то все это за дикто и не перестали. Нам хочется более короткого пути, может быть. Вот Андрей-то Александрович все это рассказал, правильно все это рассказал. Мы всем этим пользуемся и будем пользоваться. Нам хотелось бы более просто короткого пути, как бы до вас, короче, доходить. Как это, ну, я не знаю, Гошинскими всем, наверное, послужнее было правление в прежнем, да? Нам было это достаточно просто. То есть мы поднимали трубку, если что-то. И к любому могли дозвониться до любого. Нет, мы согласны выходить, но чтобы не было искажений информации. Так для того, чтобы ее не было, нужно информацию давать. Нет, но действительно идет вот искажение информации. И для этого надо получать первые встречи. Так вот мы про это и говорим. Ну, для этого... Придевайте встречаться. Так встречаться надо на какую-то тему разговаривать. Ну, так и ради бога. У вас с тем нет? У нас куча тем. Так это можно встречаться. Вы обозначите эту тему? ЖКХ. Чтобы мы с вами... Дороги. Тема аккредитации и открытости информации для СМИ оказалась отнюдь не главной. Самое интересное предложение от главы Артемовского городского округа поступило печатным СМИ. Мы хотели предложить социальное партнерство с вами. Чтобы у нас выходили с вами выпуски о работе администрации и о работе органов местного направления наших на территории расположенных. Данная программа может быть подготовлена сотрудниками вашей организации. То, что вы планируете, вот эти вот, какая-то встреча, в каком формате будет проходить. Которую, соответственно, согласую я. Или ответственность за данное управление вы согласовываете. И руководитель вашей организации. В принципе, еще раз повторяю, что в этом я проблемы не вижу. В связи с тем, что у нас в этом году начинаем эффективно использовать денежные средства. У нас много проблем, которые вы озвучиваете. В том числе и по уборке мусора и многие другие проблемы. Мы предлагаем вам социальное партнерство, чтобы вы освещали вот это вот данное мероприятие без размера. Извини, я только хотела узнать, без чего. Без воза, без деда. То есть даром. А, даром. Понятно. То есть я правильно понимаю, что вы свою точку зрения хотите доносить для людей. И мы это должны делать безвозмездно. Нет, почему? Я беру по телевидению, по вам у нас тоже было. Вы и так, в средствах массовой информации, вы и так доносите безвозмездно. Что касается безвозмездной работы газетчиков, это еще, как оказалось, не все предложение. Печатным СМИ было предложено также безвозмездно помочь администрации сэкономить денежные средства. В сумме одного миллиона рублей, выделяемых муниципальной газете «Артемовский рабочий». В газете «Артемовский рабочий» официально нашему опору, так скажем, не секрет, но это открытая информация. В бюджете Артемовского городского опору предусмотрено там порядка двух с половиной миллионов. И если вы, как руководители печатных средств массовой информации, окажете помощь в плане распространения «Артемовского рабочего», то мы можем, здесь смотрели, с Андреем Вячеславовичем, порядка где-то миллиона рублей мы сэкономили. Вот на эти деньги как раз и финансы, и заходи, хотелось бы направить и на несанкционированные свалки, на расчисткающих тротуаров, упалку дорог. Вот хотелось бы о чем поговорить, а то, что информацию вы как получали, это вы будете получать. И закон никто не собирался и не собирается нарушать. Я надеюсь, мой редактор говорит, все будет 26 тысяч, да? 6 тысяч. 15 тысяч у нас. Ну, представьте, как, в принципе, и, наверное, для нашего населения это все-таки. А то у нас иногда вопросы поднимались, что газеты где-то не там валяются, где-то не так они расходятся. По эффективности. Стратегия по распространению официальной информации и муниципальной газеты на безвозмездной основе для главы Артемовского городского округа, конечно, идеальная. Как говорится, одним выстрелом двуузайцев. Но заинтересует ли средство массовой информации это уникальное предложение – вот в чем вопрос. Получается, что вы вот этот миллион хотите сэкономить за наш счет, потому что... У нас доставка есть, у нас пальцевка есть, да? У нас, мы на все это несем затраты. Вот у нас, например, когда нас запрашивает область, да? Они спрашивают, сколько стоит ваша доставка? Ну, там, 6 рублей на доставку, там, 5 рублей, у кого как, в общем. Вот, они запрашивают цифры, мы им цифры объясняем, они эти цифры закладывают, соответственно. Комбенсируют, да? Да, и дальше компенсируют. С области, да? Ну, да. А вот на сегодняшний день вы вот, как бы, хотите эти затраты положить просто на нас. Вот этот миллион, ну, даст он вам возможность убрать там 2-3 свалки, 4 в нашем Артеменском городском округе дополнительных. Ну, наверное, да. Но я бы вам вот просто, так сказать, посоветовала, что ли, лучше взять вот эти средства и отдать их тем СМИ, с которыми вы хотите сотрудничать. Сотрудничать, понимаете? Чтобы поддержать СМИ, поскольку СМИ сегодня совсем не в простом положении находится. Мы все живем за счет грантов, мы даже не за счет своих этих тиражей живем, не за счет даже рекламы, ну, частично, понятно. А в основном мы за счет грантов живем, понимаете? То есть за счет того, что нам люди дают гранты на осуществление каких-то проектов. Безвозмездно распространять газету «Артемовский рабочий» и сэкономить деньги администрации. Печатные СМИ должны возжелать, ведь все законно. А помочь держаться в непростое кризисное время СМИ – нецелевое использование средств. Мы просто не можем так отдать, я думаю, сразу не целевое было. У нас для этого есть своя газета, которую мы содержим. Мы не можем это. Здесь есть как раз хотелось бы напомнить уже вам, уважаемые коллеги, что есть законы, по которым идут… Ирина, для чего создана газета, да? Да. Торги, идут конкурсы, пожалуйста, даже если какие-то стресса в дальнейшем будут смотрены, заявляйте. Не стоит экономить за счет. Да, действительно. Ну, по конкурсам мы все знаем, как это все делается. Вот так другого… Нет, я ничего не… Я не знаю, как это делалось. Я просто хочу сказать, что 100 тысяч, как бы до 100 тысяч в один месяц, в два месяца. Не более 100, да. Ну, сами знаете, котировки, конкурсы. Ну, это закон только 44-го, но уже… Я понимаю, но я вам просто говорю, что так можно. Я проследствую массовой информацией в данном случае говорю. Что людей много есть раз… Если захотим сделать, да. Как оказалось, экономия денежных средств на муниципальной газете – не единственный план. Подобных стратегий у главы много. Только почему-то о них говорил не сам глава. Вы самое главное-то не уловили, то, что не этот миллион что-то даст, и мы какие-то две-три свалки. Вот на газете «Артемовский рабочий» сэкономили у Андрея Славовича ряд других предложений. И мы выходим на очень такие серьезные, хорошие суммы, где мы можем потом эти средства применить на совершенно других, при решении других вопросов. Отметим, в ходе жаркой дискуссии так или иначе решался вопрос финансового обеспечения газеты «Артемовский рабочий». Но на само мероприятие от газеты не пригласили ни одного представителя. Завершали заседания глава Артемовского городского округа и председатель Думы с надеждой, что их предложения газетчики все-таки примут, даже несмотря на работу в ущерб себе, упрашивая средства массовой информации не тянуть с решением и ответить как можно скорее.